всем привет вы на канале улиточно и сегодня раннее раннее утро я встала в 4.30 чтобы успеть забрать своих новых улиточек с вокзала поезд прибывал 504 я бегала и запыхавшиеся искала где разменять денежку проводнику потом я пришла домой легла спать сходила на учебу после учебы забрала торф из своей квартиры где живут родители и сейчас пришла спокойно домой и начала распаковывать улиточек я не стала это делать сразу в 4 утра шебуршать когда человек спит ну правда я и так немножко шебуршала потому что я погладила ему костюм и приготовила покушать и поняла что на переселении съемку видео плюс еще свет был плохой у меня вообще нет времени я знаю что это самая любимая ваша рубрика да и моя я вообще обожаю распаковывать посылки с новыми улитками поэтому в этом видео мы обустроим с вами для них контейнер я расскажу чуть-чуть подробнее про каждый из видов и почему я вообще его взяла хотя сложно объяснить почему ну как почему я вообще решил что я буду экономить но экономить мне не получается и не забывайте что как только на канале стукнет 3000 подписчиков на ютубе и 2000 в инстаграме я обязательно сделаю большой большой конкурс где разыграем множество видов разных улиток поэтому быстренько скинули всем своим подружкам моё видео попросили подписаться и возможно ты выиграешь кучу классных подарков от меня единственное что нужно будет заплатить только победителю за доставку но учитывая то что вам улитки достанут совершенно бесплатно я считаю что это просто даром иногда у меня люди в директе спрашивают настя как содержать таких-то улиток сколько литров им надо а как обустроить контейнер это все должен вам сказать заводчик заводчик у которого вы покупаете улита как он их содержит как они лучше растут что они лучше кушают и у этого вида в контейнере должен во первых быть торф за которым я съездила домой мох обычный лесной ягель палочки с лишайником и укрытие которое сделала из кокосового мульча грамма и это маковки вы вообще видели такой вид я вот когда его первый раз видел очень сильно захотела но не смогла его приобрести и спустя больше чем год мне это вот такие вот маковки f2 импорт тема майлазе я еще не особо умею выговаривать этот вид мне об этом еще к сожалению никто не говорил если вы знаете напишите пожалуйста в комментариях как правильно ставится ударение я каждый вечер открываю контейнер и наблюдаю за ними безумно интересный вид еще конечно играет роль то что я когда-то его очень сильно хотела поэтому я над ними трясусь они очень хорошо кушают и кушают они не ваш там кабачки морковь они кушают шампиньоны изысканные может быть еще батат но бататом я еще не кормила я пока можно сказать шикую кормлю их шампиньонами и съедают они их просто мгновенно следующий вид я посажу вот в такой вот маленький маленький контейнер у вас есть догадки пишите в комментариях у меня обустройство будет у всех улиток почти одинаковая так как это по большей части либо экзотические виды либо древесники конечно же не забываю про дубовый опад и для малышей я крашу листочки и также кладу целые удобно на целые листочки класть еду потому что когда скапливается конденсат в контейнере и становится жарко в квартире а такое бывает потому что топление хорошо работает может еда быстро портится за счет листочков она не переходит и да это малыши псевдо охотины ли она вот такие сладкие маленькие карапузики которые когда-то у меня уже жили просто это чуть-чуть другой линии точно так же я над ними трясусь как и над маковками вообще очень люблю наблюдать за малышами и за их развитием также каждый вечер я посыпаю спирулину на крышечку спрыскиваю и улитки так с водичкой употребляют ее внутрь вы уже все должны знать что такое спирулина но я еще раз напомню незаменимая водоросли которая богата белком бета-каротином также она содержит себе витамины группы b железо магний ряд жизненно важных микроэлемент очень много всего я не буду перечислять а также она является рекордсменом по содержанию витамина b12 за счет нее улитки лучше растут и развиваются как малыши так и пока я снимала для вас распаковку у меня произошел побег на телефоне в заметках я записываю для себя литраж вкусовые предпочтения и отмечают для себя каких улиток я уже пересадить дальше переходим к следующему виду точно так же как и по классике на дно торф мох с фагнум лесной ягель палочки с лишайником относительно небольшой контейнер крошу листочки с дубовым опадом кладу крупные как думаете какой-то вид угадали угадали это караколусы red я видимо на подсознательном уровне решила пополнить свою максимальную коллекцию караколусами разных видов мне не хватает для полной коллекции только да ладно много кого не хватает там этих разнообразных видов караколусу помереть контейнеров не хватит очень будет интересно понаблюдать за выведением их потомство потому что ну как-то съел у все очень просто с альбина шелл конечно немножко посложнее а вот сильными видами это загадка пока для меня следующий контейнер да это псевдо хотина ли она уже взрослые ребятки только чуть-чуть другой ли пока вы смотрите на прекрасные видео с псевдо хотинами я хочу немножко вставить свою так сказать речь так как это видео я озвучивала до переломной трагедии в своей жизни до удаления зуба я долго отсутствовала на ю тубе я думаю вы меня в этом поддержите поймете и так сказать простите поэтому я немножко буду коряво говорить потому что у меня ощущение как будто мой рот порвала гранатой но мы приступаем дальше к уборке как вы думаете кто будет шить в этом маленьком контейнере где-то примерно на 1 литр по моему 1 и 1 у вас есть стакатки тут будут жить прекрасный каракол морфы black shell вот такие малыши я их планирую пустить в разведение размножением у меня не было еще этого подвида поэтому будет очень интересно понаблюдать за будущим их потомство сразу увеличилось пространство контейнера добавила разные виды маха конечно же шампиньоны и в этом контейнере будет жить друг плеурадон excellence самом деле непривычно видеть их такими крупными что ли когда кончик ракушечки такой высокий если вы не забыли у меня живут плеурадон excellence линии ульхаус и я их выиграла в аукционе и их особенность том что они плоские и поэтому мне очень не привык так получилось что у меня был активный месяц покупок да вот такая вот я я насти которая я больше не буду ничего заказывать буду экономить не буду покупать улиток настя скупает всех улиток это может болезнь и кто-нибудь может знать какие-нибудь таблеточки от этого есть мне срочно нужно пропить неожиданная моя покупка ахатин ахатин вот такой стандарт чуть поменьше и тигр чуть покрупнее альбина линии золотовицкой если я правильно поставила ударение давно хотела себе тигра альбина они еще и f1 рассказывали мне что золотовицка когда-то были приуродники сейчас их нет живых и если я не ошибаюсь это вообще единственная пара которая осталась вроде как живых и очень бы хотелось понаблюдать за их потомство я положила сегодня батат и они у меня решили совершить побег но в какой-то момент подумали что а может все таки не надо и передумали сбегать относительно капризные малышарики что-то им бывает не нравится и они всем видом мне это показывают но я надеюсь что мы подружимся все будет отлично одна из моих долгожданных посылок и при этом равнозначное разочарование потому что я очень сильно хотела себе каш для своих малюток суккулентиков которые уже выросли когда-то в начале лета я покупала от росточками такими они у меня укоренились подросли и пришло время их пересадить я надеялась что кашпо будет такое большое они все влезут но к сожалению на такое маленькое планирую со временем купить еще одна и остатки малышей пересадить тоже но так как их осталось мало я решила их пересадить в отдельные горшочки которые у меня остались после мастер-класса на дне рождения моей подружки мы садили суккулентик я сейчас покажу эту красоту которую мы поставить это на окно с одной стороны было моей ошибкой а с другой стороны это вроде как единственное место где еще хранить свои прекрасные суккуленты потому что оказывается наш кот очень любвеобильный знаете как он показывал мне свой протест когда ему уделяли мало внимания он ложился на мои суккуленты господи сколько сил и нервов он не ну и раз уж я решила серьезно заняться суккулентом я купила себе еще и лампу как положено но была вынуждена вернуть ее назад потому что она очень плохо работала я перезаказала и взяла не на 30 ватт как у меня было она 40 и теперь у нее таки 4 лампочки она великолепно работает не как предыдущая я даже хотела смириться но слава богу что сдала три режима на 3 часа можно поставить армию на 6 и на 12 и его три прекрасных цвета чуть позже я повела подружку свою любимую теплицу чтобы присмотреть себе там что-нибудь интересное теплица как раз именно то место силы фантазии ты мое самое любимое место там я купила себе прекрасный папоротник еще один маленький суккулентик и мои любимые бородавочки шучу это литопсы позже я устроила фотосессию сейману улит я надеюсь что это видео вам понравилось я очень старалась поэтому не забудь поставить лайк люблю до следующего воскресенья